Всем доброго дня, это Гелиосар и учебник биология введения в биологию 5 класс за авторством Плешакова, Сонина, издательства Дрофа, УМК Живой Организм. Часть 2. Многообразие живых организмов. Параграф 9. Как развивалась жизнь на Земле? Мы с вами живем в эпоху динозавров. Нет, нет, не удивляйтесь этому заявлению. Конечно, мы знаем, что динозавры давно вымерли. Но посмотрите вокруг, и вы увидите их повсюду. На страницах книг и журналов, в кино и мультфильмах, в компьютерных играх, в рекламе. Из всех живых существ прошлого динозавры самые знаменитые. Но все-таки не только они были прежними обитателями нашей планеты. Ученые считают, что развитие жизни на Земле началось примерно 3,5 миллиарда лет назад. Причем не на суше, а в океане, где для этого были намного более благоприятные условия. Примерно 500 миллионов лет назад в океане уже обитали разнообразные водоросли и всевозможные животные. Медузы, кораллы, морские лилии. Особенно много было трилобитов. Эти животные дальние родственники раков. Они одеты панцирем и имели разные размеры. От 2 сантиметров до 75 сантиметров. Они жили у дна, где медленно ползали и иногда плавали. Позже трилобиты полностью вымерли. Ну, насчет последнего, я скажу так. Считается, что трилобиты вымерли. Но, учитывая, что дно мирового океана на планете Земля изучено гораздо хуже, чем поверхность Луны или Марса, то, может быть, они и не вымерли. Потому что были в 20 веке истории, когда считавшиеся вымершими еще при динозаврах рыбы и другие морские обитатели вдруг обнаруживались вполне себе живыми в этих самых морях и океанах. Поэтому, может быть, где-то по дну морей и океанов эти трилобиты и ползают, кто его знает. Со временем в морях появились различные рыбы, в том числе огромный, около 10 метров в длину хищник, денихтис, гроза других морских обитателей. Постепенно живые существа заселили и сушу. Примерно 350 миллионов лет назад она уже была покрыта пышными лесами, но в них не было знакомых нам деревьев. Там росли в основном гигантские папоротники, хвощи и плауны, то есть это типолюбивые растения. Отмирая, они создавали на земле залежи каменного угля, поэтому время расцвета этих растений называют каменно-угольным периодом. В этот период в лесах ползали многоножки, пауки, скорпионы, летали гигантские стрекозы. Некоторые стрекозы достигали в размахе крыльев почти одного метра. Климат в то время был теплым и влажным. В многочисленных болотах хорошо себя чувствовали древние земноводные, стогоцефалы, которые произошли от древних рыб. Сразу добавлю, что в те времена такие гигантские размеры насекомых и животных были обусловлены другим составом воздуха. В воздухе было больше кислорода. Сейчас в воздухе примерно 20% кислорода, а в те годы, в те времена, было 30% кислорода. Отсюда и такие гигантские размеры живых организмов. Шло время, и на смену земноводным пришли произошедшие от них присмыкающиеся. Расцвет древних присмыкающихся, их еще называют древними ящерами, начался примерно 225 миллионов лет назад. Вот тогда-то и наступила на Землю настоящая эпоха динозавров, которая продолжалась многие и многие миллионы лет. Кто же такие динозавры? Это одна из групп древних присмыкающихся, то есть древних ящеров. Все динозавры были наземными животными. Существовавшие в то время морские летающие ящеры к динозаврам не относятся. Период в истории Земли, когда динозавры особенно процветали, это Юрский период по названию Гор Юра в Европе, где впервые были найдены отложения того времени. Вот почему один из фантастических фильмов о динозаврах называется «Парк Юрского периода». Динозавры вымерли примерно 65 миллионов лет назад. К тому времени на Земле уже появились разнообразные цветковые растения, а также птицы и млекопитающие. Эти животные произошли от древних присмыкающихся. Среди птиц и зверей прошлого было много удивительных и неповторимых. Например, огромная хищная птица Ферораракс. Ростом до 2 метров. Саблезубый тигр с 15-сантиметровыми клыками. Больширогий олень. Размах его рогов достигал 4 метров. Мамонт, покрытый густой шерстью, родственник слонов, который обитал в северных, достаточно прохладных регионах. Например, в Якутии. Но, добавлю сразу, в Якутии часто находят замерзшие останки мамонтов. Но, в те годы, когда мамонты там обитали, климат Якутии был намного более теплым. К примеру, были обнаружены замороженные останки мамонтов, в желудках которых были обнаружены остатки полупереваренных цветов. И некоторые из этих цветов, они очень южные обитатели. То есть, получается, что в годы, когда мамонты обитали в современной Якутии, там климат был намного более теплый, чем сейчас. Так что, развитие жизни на Земле продолжалось несколько миллиардов лет. За это время, одни виды и целые группы организмов давали начало другим. Многие, появившись, исчезали. Другие сохранились и живут до сих пор. И вот, собственно говоря, какие некоторые виды динозавров, самые крупные и известные. Слово «динозавр» в переводе с греческого языка означает «ужасный ящер». Сейчас ученым известно приблизительно от 500 до 600 видов этих вымерших присмыкающихся. Наиболее известными, например, являются «диплодок». Название переводят как «двуотростковый» на позвонках хвоста, снизу – «двойные отростки», которые, по-видимому, укрепляли вылочившийся по земле хвост, который был очень длинным. Длина ящера достигала 27 метров. Масса составляла около 10 тонн. Питался растительностью, мог вставать на задние ноги, дотягиваясь до высоких ветвей деревьев. Кампсогнат. Название переводят как «изящная челюсть». Это один из самых маленьких динозавров. Длина всего лишь 74 сантиметра. Масса примерно 3 килограмма. Питался ящерицами и насекомыми. Брахиозавр. Название означает «плечистый ящер». Длина – почти 23 метра. Высота – до 12 метров. Масса – до 75 тонн. Питался растениями. Чтобы вы понимали, о чем идет речь в плане массы, то скажу так. Современная фура крайне редко перевозит даже и 40 тонн. Обычно у нее где-то 20 тонн. Современные, самые современные железнодорожные и грузовые вагоны в России могут перевозить до 80 тонн груза. Но вообще-то обычно где-то примерно 60 тонн. То есть вес этого гигантского ящера, он был настолько огромен, что появись он сейчас, для его перевозки в живом виде пришлось бы задействовать какие-то специализированные, сверхтяжелые железнодорожные платформы. А перевозить его по обычным улицам пришлось бы на каких-то уже очень сверхспециализированных тележках. Трицератопс. Название переводит как трехрогий. Длина до 9 метров, масса до 12 тонн. Питался растениями. Стегозавр. Название переводит как ящер под крышей. Длина более 7 метров, масса 4 тонны. Питался растениями. Обратите внимание на его хвост, на котором присутствуют очень мощные рога. Этот хвост был очень опасным оружием. Удар таким хвостом мог убить даже куда более крупного динозавра. Эвоплоцефал. Название означает хорошо защищенная голова. Под кожей имел прочный панцирь из костяных пластин. Длина более 5 метров, масса 3 тонны. Растительноядный. Тиранозавр. Название переводит как ящер-тиран или ящер-разбойник. Длина примерно 12 метров, масса 6 тонн. Был хищником, хотя не брезгово и падалью. Вопросы и задания. Как давно появилась жизнь на Земле? Считается, что в океанах первые живые существа появились примерно 3,5 миллиарда лет назад. На суше или в воде появились первые существа? В воде. Предположите, почему. Любые живые существа, как считают современные ученые, сначала будут появляться в воде. Вода обеспечивает гораздо более комфортные и стабильные условия для появления жизни. Температура воды меняется гораздо медленнее. Количество различных растворенных веществ в воде намного более высокое, чем, например, в воздухе. Поэтому вода гораздо более удобна именно для возникновения жизни. Но для полноценного развития жизни вода уже в дальнейшем менее удобна. Какие живые существа обитали в Древнем океане? Там было много живых существ. Это были сначала различные водоросли подводные, различные простейшие, всякие амебы, инфузории, туфельки, то есть всякие такие одноклеточные живые существа. Те же самые водоросли, одноклеточные водоросли. Потом начали постепенно появляться более сложные существа, например, те же самые гидры. Потом появились трилобиты. Но постепенно они все вымерли, заменившись другими существами. Используя рисунок на странице 53, расскажите, какие растения и животные населяли леса каменноугольного периода. Каменноугольный период – это расцвет самой древней флоры, то есть растений. Именно они фактически властвовали на суше. Это были папоротники, хвощи, плауны и наверняка огромное количество еще и неизвестных современных ученым различных видов растений. Из живых организмов в основном были насекомые, различные стрекозы, различные пауки, различные скорпионы и тому подобные многоножки и всякие там гусеницы, жуки, которые в огром достигали очень больших размеров. Размах крыльев некоторых стрекоз мог достигать одного метра, то есть это были очень крупные существа. Так как климат был очень теплым и влажным, было большое количество болот, в болотах обитали земноводные ящеры-стогоцефалы. Рассмотрите животных, изображенных на рисунке, и назовите их, обитают ли они на Земле в настоящее время. Что ж, на рисунке изображены самые разные обитатели. Это и морские обитатели, тут есть и трилобит, и древняя панцирная рыба. Присутствуют и более развитые рыбы, к примеру, вот некий такой зубастый какой-то полудельфин, полуаку, не очень понятно что. Но, судя по всему, никакие из этих животных до современного периода не дожили, потому что, по большей части, это очень древние виды. Хотя, возможно, где-то в океанах что-то подобное и существует. Особенно, если это где-то на дне, на больших глубинах, вполне возможно, что там эти трилобиты и могли выжить. Но, на суше, например, того же саблезубого тигра, тех же динозавров, птеродактилей, их уже нету, они вымерли. Каково происхождение добываемого в настоящее время полезного ископаемого каменного угля? Каменный уголь – это остатки тех самых древних растений, конкретно древних папоротников, древовидных папоротников, хвощей и плаунов. Дело все в том, что в древности, когда все эти растения обитали, бактерии не умели перерабатывать древесину. Как сейчас бактерии не умеют перерабатывать пластик, так в те времена они не умели перерабатывать древесину. Проще говоря, дерево, если падало, оно не гнило. Вот упало дерево, и вот так вот оно миллионы лет могло лежать. А если этих деревьев огромное количество, целый лес, и он вот так миллионы лет растет на одном месте, естественно, что деревья падают, падают, падают и накапливаются, накапливаются, накапливаются. Потому что бактерии и грибы не умели перерабатывать древесину. Она не гнила, падала и оставалась. Вот так вот, собственно говоря, и накопились гигантские объемы каменного угля до настоящего момента. Как люди используют каменный уголь? Но на самом деле использование у каменного угля очень широкое. Во-первых, конечно, это топливо, но во-вторых, его может использовать и химическая промышленность для производства самых разнообразных веществ. Кто такие динозавры? Это древние ящеры. Выясните, кто из современных животных имеет ближайшее к ним родство. Вы не поверите, но это птицы. Современные птицы, по сути, являются самыми близкими родственниками динозавров. По сути, современные птицы это и есть динозавры, которые дожили до современного периода. Кстати, считается, что многие древние динозавры их часто изображают с голой кожей. Но на самом деле сейчас ученые предполагают, что тот же самый тернозавр, вполне вероятно, тоже, как и современные птицы, был покрыт перьями и имел очень яркую раскраску. Когда на Земле появились разнообразные цветковые растения, птицы и млекопитающие? Ну, считается, что вроде как примерно 60 миллионов лет назад. Составьте план предполагаемой экскурсии на тему древние обитатели нашей планеты. Ну уж не знаю, вам надо каким-то самим составлять подобный план, потому что здесь как? Надо идти, например, с самого древнего периода. То есть получается, что вы идете с самого древнего периода, изучаете дно морское и наблюдаете за тем, как сначала появляются самые примитивные одноклеточные существа, постепенно они развиваются, появляются более развитые, начинают разделяться на растения и животных. Животные более активно передвигаются, растения менее активно, постепенно эволюционируют. Все это, разумеется, происходит в воде. Через некоторое время, постепенно, начиная от живой, живые существа эволюционировать, становиться все более сложными и постепенно даже выбираться на сушу. Первыми на сушу, кстати, выбрались растения, и только потом уже это были животные. Подготовьте сообщение об одной из групп древних животных, но опять-таки это вы должны сами делать. С помощью вертикальных отрезков изобразить в рабочей тетради относительные размеры различных динозавров и человека. Ну, учитывая, что, так сказать, рост человека в 2 метра, это очень такой, уже достаточно большой рост, то можете себе представить, насколько человек был небольшим, если некоторые динозавры спокойно достигали 12 метров в высоту. Спасибо за сenter Path. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! �б порвается!